ароматные копченые ребрышки бокальчик пива или лучше тарелка горячего горохового супчика с этими ребрышками сложный выбор правда привет с вами я дмитрий хреско вы смотрите кулинарную пропаганду я вам уже рассказывал душераздирающую историю вот в этом ролике про свою давнюю детскую нелюбовь к супам и про то что сейчас хотим с большим удовольствием и один из таких любимых рецептов это гороховый суп с копченостями в наших краях копченые свиные ребра купить невозможно то есть речь не идет о хороших или плохих я их вообще не встречалась ни в магазине ни на рынках да может она и к лучшему я их сам готовлю и всяко разного лучше магазинных или рыночных несколько дней назад я очередную партию засолил смотрите всем привет из прошлого и так у меня совершенно замечательные свиные ребрышки достались в магазине здесь целая куча мяса и небольшое но вполне достаточное количество жирка сейчас их собираюсь засолить засолка стандартная 20 граммов соли на килограмм мяса здесь конечно не только мясо здесь достаточно большое количество костей но учитывая что эти ребрышки я собираюсь коптить горячим способом а потом использовать для совершенно замечательного горохового супа некоторые избыток соли здесь не помешает будет в тему первое с чего мы начинаем это удаляем пленочку с внутренней поверхности ребрышек эта пленка достаточно плотная и она будет препятствовать прохождению внутрь мяса соли ну и в принципе она не нужна делается очень просто вот так еще один момент я засаливаю смесью поваренной соли и нитритной соли нитритная соль это та же самая поваренная соль но с добавлением нитрита натрия в моей нитритной соль содержание нитрита натрия 0,4 0,5 процента согласно советским гостом и российским гостом содержание нитрита натрия в готовом продукте не должно превышать пяти тысячных процента до во время термообработки нитрит натрия реагирует с гемоглобином с остатками гемоглобина в мясе и его количество уменьшается но так как я не технолог и проверять насколько полно он прореагировал не имею возможности я заблаговременно сейчас вот на этом этапе кладу такое количество нитритной соли но соответственно и нитрита натрия чтобы его содержание уже на этом этапе не превышала этих самых пяти тысячных что несложно посчитать для моей нитритной соли здесь на килограмм продукта нужно использовать не больше десяти граммов это нитритной соли так как всего я кладу сюда 20 граммов соли получается засолка из расчета 10 граммов нитритный и 10 граммов поваренной все просто как вы видите и Субтитры подогнал «Симон» Итак, подготовительные процессы на этом завершены. Осталось подождать 2-3 дня. За эти 2-3 дня нужно будет периодически доставать эту чашку с мясом из холодильника, снимать пленку, мясо переворачивать на другие бока, слегка массировать для того, чтобы соль более равномерно распределялась внутри этого мяса. И ждать! Привет, друзья! У нас продолжение эпопеи со свиными ребрышками. Они у меня просаливались в холодильнике трое суток. И сейчас самое время их достать. Я сейчас смою с них тот сок, который из них выделился, для того, чтобы поверхность ребрышек была более равномерна по соли. И сейчас, сразу после промывки, мы их уберем завяливаться. Приступим! Промывка закончена. Осталось только подвесить, провяливаться. Вялить я буду в дегидраторе, но вы его уже сто раз видели. А теперь остается только завяливать. На нашем сегодняшнем солнышке на этот процесс уйдет, наверное, часа четыре. А потом отправим коптиться. Подсматривайте. Подсматривайте. Итак, убрал подвяленные ребрышки. Теперь остается запалить дымогенератор. Вообще, это делается свечкой. Но мне сейчас лень ее искать, поэтому я запалю вот таким вот факелочком. Прикрываю. Оставляю небольшую щелочку. Вот так. И включаю нагреваться духовку. Нижний нагрев. 50 градусов. В этой духовке, которая превращена в коптильню, температура будет поддерживаться на уровне 50 градусов. Дымогенератор будет работать. Из-за приоткрытой двери будет поступать свежий воздух, а дым уходить. Постоянное движение дыма будет происходить. И этот дымогенератор сейчас заполнен мною наполовину. Поэтому он может в таком вот виде дымить без остановки в течение приблизительно пяти часов. Но я думаю, я достану ребрышки раньше. Посмотрим. А сейчас займусь приготовлением горохового супа. Вот в этой кастрюле у меня варится горох. Сегодня я взял мелкий, шпурки. В России он продается на рынках под наименованием нут, или нахуд, или среднеазиатский горох. Тут у нас он бывает как крупный, так и мелкий. Готовится он, конечно, раза в три дольше, чем дробленый. Но мне хочется разнообразия. Нарежу ребрышки. Варится горох у меня уже часа три. И ему до полной готовности осталось еще примерно полчаса-час. Так что самое время добавить в кастрюлю свинину. Мне очень нравится, когда ребрышки сварены таким образом, чтобы мясо само сваливалось с косточек. Пока мясо варится, займусь луком. Одну крупную луковицу нарежу помельче. Конечно, можно было бы не спешить, но я хочу хорошенько подрумянить лук на сливочном масле. А стоять-то не мешает, чтобы не сгорел. Мне лень. Поэтому просто включу самый слабый огонь. Тогда минут за 20 его придется перемешивать от силы два раза. А пока перерыв. Прошло полчаса. Лук уже давно готов. А я займусь картошкой. Да, я знаю, что многие не любят картошку в гороховом супе. Но мне нравится разнообразие. Я уже говорил, по-моему, об этом. Нарезать ее надо, на мой взгляд, так, чтобы кусочки по размеру сочетались с горошьями. Картошка отправляется в суп. Так как она нарезана мелко, то ей до готовности хватит минут 10. Значит, минут через 5 время закладки карамелизованного лука. Напомню, что ребрышки были предварительно хорошенько просолены. Поэтому сейчас в супе соли довольно много. Попробуем? Надо все-таки еще немного досолить. И можно выключать. Суп готов. Пора снимать полноценную пробу. Густой. Ароматный. Пропитанный дымком. Восхитительные ребрышки. Я просто не могу оторваться. Давайте попробуем мяско с ребрышек. Нежнейшее. Тает во рту. И в руках тоже. Я обожаю этот суп. Он просто великолепен. Готовьте такие ребрышки. Готовьте такой суп. Наслаждайтесь. Просто сказка. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Новые зрители. Не забудьте подписаться. А то потом потеряетесь, расстроитесь. Обязательно загляните в описание видео. Там есть ссылки на инстаграм, на жж и на вконтакт. Если вы приготовили что-нибудь по рецептам кулинарной пропаганды, не поленитесь. Сфотографируйте. И размещайте свои фотографии. Давайте пропагандировать вкусную еду. Если распределяете фотографии в группе ВКонтакте, то ничего указывать не обязательно. А в инстаграме укажите тег «кулинарная пропаганда». Спасибо за компанию. Всем пока.